Продаете или покупаете недвижимость? Обратитесь к риэлтору компании Kelly Wright Real Estate Александру Сорокину. Как профессионал своего дела, он проведет вас по сделке, представляя исключительно ваши интересы. Оперативно окажется действие во всех попутных вопросах с максимальной выгодой для вас. Высочайший уровень и качество риэлторских услуг Александра Сорокина – ваш правильный выбор. Только для вас два раза в неделю авторская программа Александра «Двигаем недвижимое в США». Звоните Александру. 503-863-9369. 503-863-9369. Доброе утро, дорогие… Ой, добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. С вами программа «Образовательный канал» с Александром Сорокиным о недвижимости. И сегодня помогаю ему здесь вот за пультом. Я, Ксения Конотоп. Не думайте, все у нас все равно будет качественно. Вопросы мы уже приготовили. Здравствуйте, Александр. Приветствую, Ксения. Добрый день, дорогие друзья. Прошу прощения, немного простыл, но работа есть работа, поэтому в любом случае в эфире и с очередной порцией очень интересной информации. У нас сегодня есть три вопроса. Да, очень важные. Да, огласим их. Огласим весь список. Итак, последствия низкого рынка в Орегоне, Вашингтоне. Number one, как говорится, вопрос номер один. И что такое вообще низкий рынок, для тех, кто не знает. Потому что, например, я спросила у Александра, что это значит, потому что, видите, я здесь за пультом не всегда. Также советы будущим покупателям. Это очень важно, потому что все мы с вами рано или поздно купим дом. И надо знать это все обязательно наперед. И биткоины. То есть подспорье именно в продаже дорогих домов. Что же именно нас ожидает. И вопросы вы можете присылать к нам в чат. Запомните, напишите себе в телефоне. Присылайте и звоните. 971-319-1130. Это номер прямого эфира и также смс-сообщение. Повторю. 971-319-1130. Итак, Александр, что такое низкий рынок и что за последствия? Да, это очень интересный вопрос. Бывают такие термины, как высокий сезон, низкий сезон. Это вот в горнолыжке принято. У нас низкий рынок в недвижимости. И вот нужно обязательно в этой терминологии разбираться и понимать, что происходит. Потому что, опять же, по аналогии, многие, когда слышат, допустим, short sale, считают, что это продажа за копейки. Хотя это short of money sale. Это означает, что тот, кто продает дом short sale, он не продает дом быстро. Он не продает дом дешево. Он продает, потому что у него денег нет. Потому что с английского short of money нет денег. А поскольку специалисты и не говорят так, и эксперты так не говорят, и банковские служащие, и риэлторы, и все остальные, они так сокращенно short sale. Ну, зачем им говорить short of money sale? И вот у обывателя складывается впечатление, допустим, что это за копейки, надо быстро бежать, через три дня дом будет моим. На самом деле там все в корне наоборот. Пишите offer. Да, пишите offer. Там все на самом деле в корне наоборот. И нужно сто раз отмерить, чтобы один раз решение принять, прежде чем на это прыгать. То же самое с нашим низким сезоном. Очень похожая ситуация. Здесь, конечно, никаких особых сокращений спрятанных нет. Низкий сезон здесь заключается в том, что у нас очень низкая активность на рынке. И об этом тоже мы говорим последние, наверное, месяца два. И эта ситуация сезонная. Она свойственна декабрю-январю. Практически за последние пять-шесть лет, семь наблюдалось у нас одно и то же. Мы видим, что здесь декабрь-январь очень сильно проседают. И все время интересно смотреть на это обстоятельство в сравнении. Потому что, ну, когда вот в собственном соку варишься, очень много заблуждений у людей возникает, почему вот происходит то, что происходит. Начинают какие-то объяснения находить, непонятно какие. А когда начинаешь сравнивать, то сразу есть какие-то, опять же, аналогии. Есть схожие вещи на соседних рынках, так скажем. И мы в этой связи привыкли смотреть на то, что происходит в штате Вашингтон. Но не в Ванкувере, потому что все-таки Ванкувер. Да, это принято считать как Портланд-метроэрия. И это составной его элемент. Мы смотрим в целом на показатели штата Вашингтон. И при этом не забываем, что экономика штата Вашингтон, это общеизвестный факт, она в два раза больше, чем Орегона. То есть территориально... Покупательская способность даже. Нет, экономика больше. То есть это означает, что люди имеют возможность найти более высокооплачиваемую работу намного выше, чем у нас здесь. То есть купить дороже дома. Да, совершенно верно. То есть людей там больше живет, да. Более обеспеченные они там. То есть более развитый штат абсолютно во всех смыслах. И учитывая то, что Орегон по очень многим направлениям в этом смысле уступает, соответственно, мы это наблюдаем и в том, что цены у нас все-таки несравнимы. И вот эта разница там в два, в некоторых случаях и больше раз за сравнимое жилье, допустим, в Портленде и в Сиэтле, это как раз и ответ на этот вопрос. Ну, у нас три часа разницы езды, да, здесь. Всего лишь. Да, могу такую же аналогию по России провести. То есть я сам из Челябинска. У нас был рядом город Екатеринбург. Два часа езды, еще ближе. И ездим мы там, ездили помедленнее, да, чем здесь. То есть на самом деле это все было достаточно близко. Но разница была примерно такая же. То есть в Екатеринбурге недвижимость стоила примерно в два раза выше, чем в Челябинске. Хотя это было рядом. И когда мы здесь наблюдаем, вот я наблюдаю то же самое. Для меня, в общем-то, это понятно. Потому что все очень сильно завязано за экономическое развитие региона. Нужно обязательно понимать эту разницу. И понимать, что если даже Орегон у нас занимал 4 года подряд первое место как number one moving state по всей Америке. И мы с этим очень сильно связывали не только мы, да, это и эксперты, и риэлторы, и все, кто так или иначе с рынком недвижимости связан. Все связывали, они связывали это именно с тем, что вот у нас есть наводнение. Кто-то там про калифорнийцев говорил только про них, кто-то там еще про кого-то. Но думали, что вот это так. Теперь вроде как Орегон второе место занимает после Вермонта. По этому показателю, и тем не менее, мы видим, что у нас рост цен очень сильно замедлился. То есть он пока у нас не прекратился. Это еще раз ответ на вопрос тем, кто говорит о том, что у нас цены падают. У нас цены не падают. То есть если мы берем в среднем по году, с января по декабрь, то у нас есть рост цен. Если же мы будем брать, знаете, там с августа по октябрь в течение этих 12 месяцев, то, конечно, мы можем видеть, что у нас есть определенные коррекции. То есть эта кривая движется вверх, потом вниз, вверх-вниз, туда-сюда. И в итоге в целом погоду она оказывается в каком-то плюсе. Но если брать какие-нибудь, еще раз повторюсь, 2 или 3 отдельных месяца, мы можем видеть, что да, бывает коррекция, и мы видим эту просадку. Что хорошего в том, что мы видим вот эту разницу? Хорошее в том, здесь заключается в том, что, первое, замедлился рост цен в Орегоне, и жилье, в принципе, становится более доступно, включая, кстати, Ванкувер. Ну, раз мы говорим о Портланд-метро-эре. Второй момент, который, в принципе, логичен, это то, что, скорее всего, взрывного роста цен все-таки не ожидается. И не ожидается. Не ожидается, как раз по той самой эффективной причине, что, чтобы этот взрывной рост цен произошел, мы должны понимать, что экономика наша должна показать примерно такие же темпы сравнимые. Потому что, когда в том же Seattle мы видим очень такое большое наводнение этих всяких хай-тек гигантов, типа Amazon, Zillow и прочих, и Boeing, собственно, тоже там, да, основное предприятие, и много разных всяких других. И мы понимаем, что там тоже очень сильно ограничены границы самого Seattle в рамках King County, то мы видим, что на самом деле, а что у нас здесь есть, да, то есть вот что можно сопоставить, сравнить, вот чтобы понимать, а на, ну, вот есть две чаши весов, да, какая из них тяжелее. И мы видим, что все это, он однозначно с нами рядом не стоит, и в то же время мы понимаем, что ну и пускай. Мы-то живем здесь, мы понимаем, что цены там растут очень быстро, мы видим, что люди туда стремятся, мы понимаем, главное, почему они туда стремятся. То есть есть ответ на этот вопрос. Люди хотят из, опять же, из такого логичного, они хотят найти работу, которая соответствует их способностям. Второе. Много людей хочет найти инвестиционный продукт, который будет для них интересен, и который будет однозначно обещать... Прибыль. Прибыль какую-то. То есть это будет прибыль не какая-то сумасшедшая, как вот от биткоина, да, о них еще сегодня поговорим. Это такая модная тема в последнее время. То есть эта прибыль может быть и не такая, но, по крайней мере, она вполне осязаемая, она понятная, и если мы говорим относительно штата Вашингтон, то она очень хорошо обоснована именно с экономической точки зрения. То есть люди видят, что домов на рынке мало, они понимают, что спрос очень серьезный. Вот по самым последним данным там уже в некоторых районах отмечается меньше одной месячной нормы. Даже не одной месячной нормы, а вот норма – это когда количество домов на рынке соответствует шестимесячному спросу. То есть, допустим, есть тысяча человек на рынке, которые хотят купить, и вот если эти тысячи человек в течение шести месяцев все разберут, что есть, то это считается нормальным. Когда эта тысяча разбирает все за один месяц, это говорит о том, что брать-то нечего. То есть все очень быстро уходит, и то жилье, которое есть, у него другого пути нет по всем экономическим канонам, кроме как расти вверх, чтобы балансировать вот это вот предложение и спрос. И в итоге цены растут, растут там порядка 15, в отдельных случаях 20%, а то и больше в год. И вроде как пока конца и края этому не видно. Пытаются это урезонить каким-то предложением альтернативным арендного жилья. Строят очень много высоток. И мы на одной из прошлых передач говорили о том, что сейчас уже вроде как намечается такой спад спроса на арендное жилье, потому что люди видят, что все пребывает и пребывает в этом секторе предложения. А что с ним делать? Потому что многие нацелены все-таки что-то купить, поскольку они такие образованные люди, могут много чего себе позволить, знают себе цену, опять же, продавая свои навыки на открытом рынке и так далее. И, конечно же, они заинтересованы в том, чтобы это что-то приобрести. Поэтому, когда мы видим, что очень много арендного жилья, и, соответственно, эти люди тоже видят, и они понимают, что теперь мы можем торговаться. Они хотели бы увидеть то же самое на рынке продажи, покупки, но этого нет, потому что эти свечки с арендным жильем строятся с серьезными темпами, а обычные residential homes в таком темпе не строятся. И они не свечками строятся, а штучно, местами, и их, к сожалению, нет. И поэтому только вот в значительной мере отмечается сейчас то, что те, кто хотят уехать оттуда, ну, сменить место жительства по абсолютно разным причинам, они заинтересованы в том, чтобы свой дом продать. И они выходят на рынок, и, к сожалению, это не так часто происходит. И не так уж много людей хотят уехать, потому что они понимают, что даже если их что-то оттуда выталкивает, ну, какие-то там семейные обстоятельства, может быть, экономические даже, или если уж это только не ситуация, когда за дом нечем платить, это уже такая аховая. Но они сидят и ждут до последнего, потому что они понимают, ну, вот сейчас вот мы продадим дом, а еще через год он будет стоить на 15% больше, и мы потеряем. А это если сейчас средний дом там стоит порядка 600 тысяч, то каждый умеет считать, да, и понимает, что 100 тысяч у него улетит на просто вот так вот, потенциальные выгоды, если бы он продал этот дом, допустим, в следующем году, а продаст он его сейчас. С другой стороны, многие говорят, что это пузырь там, что там все завтра рухнет, и ты этих денег не увидишь. И в итоге вот эти вот слухи с логикой, они тоже пытаются сбалансироваться, и поэтому мы видим какие-то объекты на рынке, которые появляются по абсолютно разной мотивации, они, соответственно, продаются, люди уезжают. То же самое мы наблюдаем и здесь. То есть у нас очень такой большой поток на отъезд из Орегона, там, в Миссури, в Северную и Южную Каролину, в Канзас кто-то едет, там, еще куда-то. Абсолютно по тем же самым понятиям и критериям. Почему эти люди не думают, те, о коме я говорю, кто уезжает из Орегона, о том, что вот если бы продали в следующем году, там, еще бы сильнее наварились? Потому что, во-первых, они видят, что рост по 2017 году уже не был у нас там двухзначным, а был порядка там, к примеру, 8%. И мы видим, что пока в январе, ну, это, опять же, сезонно, но, тем не менее, ничего не предвещает вот такой бури, которая бы произошла, допустим, в течение 2018 года. Пока все так достаточно тихо и спокойно. Пока. Но неизвестно, что там еще будет дальше. И что делают эти люди? Они, как только продают здесь, или еще не успев продать здесь, они уже подыскивают что-то там. И поэтому, даже если эти сделки идут и не параллельно, а очень часто они пытаются одну за другую завязать, потому что здесь, продавая что-то, они уже потом туда, в другой штат, представляют там своему риэлтору контракт, который помогает им там на новом месте в обосновании того, что они здесь продают свой дом. Поэтому они могут уже там на месте искать какой-то другой. И местному продавцу это, в принципе, понятно, что здесь уже сделка заварилась, что она идет, что все движется как в стандартном ключе, что есть конкретный closing date. И, соответственно, он ждет там, когда здесь все закроется. И это нормально. И поэтому, продает ли человек здесь сегодня дом за 300, или он в следующем году его продаст за 315, для него это не важно, потому что даже если он сегодня продаст за 300, и как бы не продаст в следующем за 315, он сегодня же купит за какие-то деньги, которые по сегодняшнему рынку есть, там, куда он переезжает. Там тоже растет рынок, правильно? Он уже на месте не стоит. В вопросах нет. То есть в среднем по штатам рост где-то порядка 5-6%. Поэтому, если вы продаете и покупаете в сжатые сроки, то есть, к примеру, в течение там 1-2-3 месяцев, вы практически ничего не теряете. Особенно, когда это делается вот в таком низком сезоне, ноябрь, декабрь, январь, может быть, до середины февраля. Потому что это как раз тот период, когда пытается установиться новая такая погода на рынке, новые правила игры, возможно. Люди присматриваются к тому, что у нас нового в принципе в мире происходит. Весна приходит и так далее. И как раз, когда вот все начинает свисти и благоухать, мы видим определенный рост. Вот это с точки зрения продажи и незамедлительной покупки уже более рискованное время, потому что вы никогда не знаете, в каком месте март станет более взрывным. Ну, допустим, здесь он может быть вялый из-за погоды, а в той же Каролине он может быть очень такой серьезный, потому что там меньше дождей, допустим, было в это время или еще что-то. Как мы помним, прошлый март все поливало, до середины апреля шел дождь, и мы наблюдали, что из-за этого было очень мало, малое количество листингов. Потом, конечно, все это свое наверстало, но тем не менее. Поэтому, если вы хотите и в ваших, опять же, планах переехать, и вы думаете о том, когда бы это лучше сделать, и у вас есть шансы выбрать это время, то вот сейчас, в низкий, в зимний сезон, это самое то, когда бы я бы вам посоветовал это сделать. Спасибо большое, Александр. Дорогие радиослушатели, я напомню вам, что вы можете нас не только слушать по 11.30 АМ, волна такая наша замечательная, Славик Фэмили, а также я вижу, что к нам присоединяются зрители. Добрый день, я вижу, что у нас количество зрителей растет через Славик комьюнити-центр оф Норд-Вест на Фейсбуке. Поэтому вы можете, если у вас есть Фейсбук-приложение, выйти сейчас, и нас даже лично видите, мы помашем вам ручкой, скажем привет, и, конечно же, получите много ценной информации, и вы можете потом в записи все, что вы не успели, не услышали, может быть, только-только подключились прямо сейчас, просмотреть, послушать и передать эту запись дальше, то есть share или поделиться. Итак, продолжим. Да, я просто в завершении вот этого первого вопроса еще скажу, вот у нас такой классический подвопрос всегда, это о том, что же конкретно вот у нас происходит. Мы сейчас много о Вашингтоне поговорили, а теперь о наших конкретных цифрах. Да, Портланд, Портл-метро-эриа мы ее называем, то есть берем Ванкувер в Вашингтоне и, в принципе, весь в Кларк-каунте, ну, потому что большинство людей, которые и радио наше слушают, и печатную прессу нашу читают, они как раз во всем Кларк-каунте, в общем-то, и находятся. Разнонаправленное движение рынка у нас в сравнении с данными прошлой недели, мы видим, что чуть-чуть меньше новых листингов у нас появилось по Портланду и по Кларк-каунте чуть больше. И обратная ситуация у нас с пендинг-листингами, то есть несмотря на то, что в Орегоне новых появилось меньше, чем в Кларк-каунте, тем не менее пендинг стало больше, а в Кларк-каунте стало их чуть меньше. И ничего удивительного здесь нет, искать какие-то там суперобоснования тоже не стоит, это абсолютно нормальное явление. Мы этой статистикой уже занимаемся больше года, такой конкретной точечной, и те, кто слушает нас постоянно, уже знают о том, что да, бывает такое. То есть просто вот какой-то точечный всплеск происходит, и потом это выравнивается, или, допустим, Портланд с Ванкувером меняются местами, или еще как-то. То есть пока ничего такого вот заслуживающего какого-то особенного внимания или изучения мы не наблюдаем здесь. Все достаточно ровно, все четко в соответствии с тем самым низким сезоном. И прозрачно, да? То есть с вами тут все понятно. Я вот слушаю вас всегда и вижу очень много ценной информации, и главное успокаиваюсь, то есть честно. Вот буквально вчера разговаривала с человеком, она купила дом, и ее риелтор, который был у нее в начале, риелтор советовал, подождите, подождите, сейчас цены упадут, подождите, подождите, сейчас цены упадут. И она говорит, просто мы потом просто послушали другого риелтора, интересно, кого, который говорит, ничего не падает, все растет постепенно, шаг за шагом. И все-таки купили дом, и говорит, не пожалели, потому что вот прошло, говорит, некоторое количество, даже меньше, чем три года, и мы можем продать теперь дороже на 100 тысяч, потому что мы там его отстроили, усовершенствовали. То есть, дорогие радиослушатели, я к чему веду? Слушайте всегда мнение нескольких. Если вы не получили результат с вашим риелтором, всегда слушайте. Славик Фэмили, у нас есть образовательный канал. Делайте выводы. Александр Сорокин всегда доступен по телефону, который он обязательно вам скажет, сообщит сейчас, как можно к вам дозвониться. И вы можете проконсультироваться, потому что для меня, например, много вопросов непонятных было, когда стал вопрос у нас с мужем, мы обращались. И я бы хотела, чтобы вы озвучили телефон, Александр. Да, конечно. 5-0-3-8-6-3-9-3-6-9. Еще раз. 5-0-3-8-6-3-9-3-6-9. И в отличие от многих риелторов, которые перезванивают часто через там несколько часов, а то и лучше через три дня, как правило, Александр либо сразу отвечает там вопрос, ответ, либо перезванивает, то есть доступен. Вот не нужно сейчас самому стать суперуспешным гуру в вопросах недвижимости, хотя это возможно, прослушав все ваши лекции, Александр. Ну, да, наверное. Я просто тоже посмотрел уже, сколько у нас там этого видеоматериала накопилось. Там больше 150 часовых роликов за все это время. На самом деле, очень даже интересно порой так вот включить и... Ну, чем читать что-то и копаться в библиотеке какой-то, да? Даже самому себе просто так вот интересно посмотреть на статистику, отмотать на какой-то там эфир, который был, к примеру, там ровно два года назад, посмотреть, о чем мы тогда говорили и как оно сейчас изменилось. Потому что, когда смотришь на то, что сам сказал, оно быстрее всплывает во всех нюансах там и так далее. И это очень, очень познавательно и интересно, да. Вчера меня спросили, допустим, что ты порекомендуешь? Я хочу быть риэлтором и вот пригласила своего риэлтора, который помогал мне в дом, чтобы я вот немножко обучилась в этом вопросе, хочу сдать на лайсенс, но это как другой язык, говорит, выучит. А я говорю, ну, конечно же, я знаю, даже порекомендую, Славик Фэмили записывает эфир Александра Сорокина, выходи на Фейсбук, смотри, слушай, учись и ты хотя бы что-то поймешь уже из того, что там есть. Потому что на самом деле, если вы прослушаете даже несколько лекций, вы будете готовы к покупке дома. И мы перейдем уже сейчас к вопросам, наверное, после рекламной паузы. Да, да. То есть мы анонсируем, обязательно у нас будет вопрос покупателей. То есть, дорогие радиослушатели, если вы готовы покупать или планируете, или хотите, даже пусть не сейчас, не сию минуту, через несколько месяцев, через год, но вы должны знать те советы, которые Александр сейчас вам даст, именно наши права, что мы должны знать, что смотреть, как оценивать. Потому что иногда нами пользуются некоторые, надо быть, как бы, не скажем, жертвой, наверное, да, все-таки надо знать, быть вооруженными, и знания, они всегда делают нас богаче. И если вы сейчас прослушаете нашу программу, буквально через минуту мы вернемся после рекламной паузы, вы сможете узнать для себя много козырных, я бы даже сказала, таких ценных моментов, которые сэкономят вам ну не одну тысячу точно долларов. Вы слушаете KX-ET 1130 AM Радио Славик Фэмили Радио Славик Фэмили в цифровом формате в любой точке мира. Скачай бесплатное приложение для своего мобильного телефона. Доступно для iPhone и Android девайсов. Журнал Асиша. Путеводитель и помощник славянской общины в штатах Орегон и Вашингтон. Орегон и Вашингтон. Хорошие новости. Всеми любимый стоматолог доктор Хок вернулся. Уже почти 30 лет он помогает своим пациентам сохранять здоровье зубов. Клиника Камос Денцистри удобно расположена на углу 192-й и 1-й авеню на плазе магазина Костко и улице Милплейн. В клинике предоставляют широкий спектр стоматологических услуг и принимают большинство страховок, включая АЭтна, Мэтлайф, Дельта и ДСХ. Для пациентов от 6 до 20 лет звоните по номеру 360-828-55-02 и получите скидку 15% при оплате наличными. Наша клиника также приглашает на работу русскоговорящих ассистентов стоматолога. 360-828-55-02. Случилось непредвиденное стресс, переживания, боли? Не ждите обострений. Звоните 503-512-76 в Нордвест Хиропрактик. Доктор Владислав Костин окажет необходимое и правильное лечение. 503-512-70-76. Нордвест Хиропрактик. Чистота – залог здоровья. Потому очистительная система «Рейнбоу» – лучший выбор для вашей семьи. Он поможет провести сухую или влажную уборку. Идеально очистит и сохранит деревянные полы, ковры и мягкую мебель. Благодаря водяному фильтру «Рейнбоу» не оставит шанса не только пыли, но и опасным для организма вирусом и аллергеном, отходом пылевых клещей и неприятным запахом. Звоните Борису 503-888-9153 и получите уникальную возможность увидеть новый «Рейнбоу» в деле. Набирайте 503-888-9153. Траковой компании срочно требуются водители для работы в ночную смену по «Локал». Время работы из 4 вечера. Количество часов фулл-тайм и более. Высокая заработная плата. 24 доллара в час гарантированно. Плюс все бенефиты, включая «Медикал», «Дентал» и «Вижн». Оплачиваемый отпуск и оплачиваемые праздничные дни. А также приглашаем к сотрудничеству «Индепендент Контракторс» и «Онер Операйтерс». Для такой же работы по «Локал». За подробной информацией звоните Олегу. 503-577-33-54. 503-577-33-54. Хотите приобрести дом с минимальными расходами? Хотите перефинансировать ваш дом или уменьшить вашу оплату? Уже на протяжении 10 лет Джоэл Конрад от Finance of America помогает семьям в оформлении домов. Благодаря многолетнему опыту Джоэла, индивидуальный подбор вида займа и процесс его оформления всегда проходят на высоком, профессиональном уровне и в кратчайшие сроки. Джоэл поможет вам в воплощении вашей мечты о доме. Звоните сегодня, и его ассистент Ирина Павлий поможет вам на русском языке. 360-907-5176. 360-907-5176. Я давно не улыбался. В зеркало смотреть боялся. Как посмотришь, вот беда. Прикус хуже некуда. Зубки кривенько стоят. Нарушают ровный ряд. Что же делать? Как мне быть? Как улыбку раздобыть? Хотите улыбаться искренне и открыто, но мешают комплексы, неправильный прикус или неровные зубы? Обращайтесь к профессионалам. 503-788-0405. Опытный врач-ортодонт клиники Powell Family Dental Care решит вашу проблему. Современные технологии, огромный опыт и многолетнее образование, в том числе немецкое, доктора Ольги Донцовой, способны творить чудеса. Вы можете выбрать прозрачные Invisalign или классические брекеты. Мы подарим вам сияющую улыбку. 503-788-0405. Powell Family Dental Care. Помните. Первая консультация и осмотр бесплатны. Попали в аварию? Звоните 83-503-783-8383. 503-783-8383. И врач-хиропрактор приедет к вам. Зачем ждать в офисе у врача, когда врач сам приедет к вам? Доктор Донская специализируется на травмах и реабилитации после аварии. Звоните сейчас. 503-783-8383. 503-783-8383. И мы поможем вам. Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Фэмили» не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Слушай радио «Славик Фэмили» через телефон. Позвони по номеру 701-719-39-33. 701-719-39-33. Мы продолжаем нашу программу с Александром Сорокиным. Скорее, его программу для нас. Образовательный канал о недвижимости. И мы поговорили уже о последствиях, в кавычках, скажем так, низкого рынка. И, конечно же, мы сейчас будем еще обсуждать советы нам, будущим покупателям. Почему нам? Потому что мы тоже стоим как раз вот благодаря вашим советам, движемся в этом цели, в этом ракурсе, в этом курсе, в этой цели, скажем так, движемся с мужем, чтобы покупать. Поэтому вот эти советы внимаем, слушаем, записываем. Да, это по большей части будет касаться, конечно, first-time home buyers, потому что те, кто так или иначе уже был собственником дома, он уже через это один раз прошел и, наверное, так скажем, по большей части ощутил это на себе. А вот те, кто живут там в ренте или там у родителей или еще как-то, и пока в полной мере не ощутили, что такое иметь свое, у многих розовые очки, конечно же. И кажется, что вот свое это, ну, нет никаких минусов. Это только вот одни жирные плюсы такие, все так замечательно, здорово, и надо просто к этому однозначно стремиться, и все там будет абсолютно безоблачно и так далее. Мы облаков нагонять не будем, мы просто расскажем о том, на что следует обратить внимание, потому что это как с машиной, да? То есть ты ездишь, ездишь на ней, забыл, что нужно сделать обслуживание регулярное, а она бац и задымила. И очень похожа ситуация у нас с домом, что у нас есть дом, но это что-то, что требует тоже и ухода, и ремонта, и поддержания в нормальном жилом состоянии и так далее. То есть это тоже, соответственно, определенного рода расходы. Мы поговорим об этом и еще о нескольких других вещах. Значит, самое, наверное, первое, о чем нам нужно подумать, как с собственником дома, если мы еще им не являлись, и от какой привычки нам нужно избавиться, это от того, особенно это касается тех, кто жил в ренте. У нас, когда в ренте что-то ломается, что мы делаем? Звоним лендлорду и говорим, слушай, тут что-то вот дверь затирает, там не работает что-то, окно что-то стало шататься там, вообще проблем никаких. То есть человек платит, он понимает, за что он платит, что-то случилось, иди сюда, дорогой, исправляй. Он тут же прибежал, там все сделал, и все, и живешь дальше. И, соответственно, особенно для тех, кто живет продолжительное время, вырабатывается привычка, что я плачу за что-то, значит, соответственно, я должен получать не только крышу над головой, а еще и то, чтобы все мои проблемы решались быстро, эффективно, и чтобы это не было головной болью. Теперь смотрим, что происходит, когда вы приобретаете новый дом. Особенно, когда люди сравнивают, допустим, пеймент месячный за аренду квартиры и пеймент за моргидж, за свой дом, когда особенно эти цифры очень близки. Они думают, что так, я за квартиру платил полторы тысячи в месяц, теперь, к примеру, я плачу за свой дом полторы тысячи в месяц. Вроде как в моей жизни ничего не поменялось, в худшую сторону, в финансовом смысле, по крайней мере. Но теперь я живу в своем доме, это же здорово. Потом бац, и что-то ночью стало холодно дома. Смотрим, что случилось, фернес полетело. Сломалось. То есть надо что-то с печкой с этой делать, потому что она не работает. Звонить ты уже никому не будешь, никакого лендлорда нет. Принимать решение. Да, надо быстро принимать решение, надо быстро чинить. Надо вызывать специалиста, искать где-то. А у вас еще списка этого нет, кому звонить, понятия не имеем. Напомним, в афише очень много хороших специалистов открывать афишу. В том-то и дело. То есть вам нужно просто создать так называемый emergency fund. Это фонд не только денежный, а еще и информационный. Дополнительно. Это очень важные два фонда, еще раз, денежный и информационный, которые в первом случае в денежном. Это такая некая гарантия, что ли, подспорья, такая подушка для вас, что в случае, если вдруг что-то произойдет, у вас есть вот эта заначка. Сумма. Сумма определенная, которую вы можете отложить либо перед покупкой дома, просто зная, что на всякий случай вдруг пригодится. Мы не знаем, это может быть 2, 3, 4 тысячи долларов. Но пускай они будут просто лежать на случай, если вдруг у вас вот, вы берете не новый дом, у вас печка полетела, и вы понимаете, что кроме вас за это, в принципе, никто не отвечает. А вы рекомендуете ежемесячно откладывать? Это кому как удобнее. Здесь нет такого универсального правила, и тем более рекомендации, откладывать там ежемесячно, или кто-то там со сделок откладывает, если это self-employed, или кто-то там еще. Вы просто можете понять, за какой-то срок нужно, какую-то сумму нужно иметь. И тем более, вот опять же, если мы говорим о том, что может там фронис накрыться, ее надо будет менять, но 2,5-3 тысячи надо хотя бы иметь. Еще и заработают. Ну да, там все зависит от ситуации. Поэтому лучше эту сумму иметь не тогда, когда вы уже стали собственником, в смысле, не после того, как вы стали собственником дома, а до. Когда вы планируете покупку дома. Совершенно верно. То есть, чтобы вы въехали в него и знали, что даже если вдруг сейчас что-то произойдет, и бежать некуда, чтобы у нас было куда залезть. Что касается информационного плана, сейчас вот Ксения правильно подсказала, есть очень хороший информационный ресурс в виде журнала Афиша, где вы можете иметь хотя бы один, пускай даже это будет не новый номер, про запас, и всегда вы можете открыть, и как правило, по самым таким рядовым вопросам жизнеобеспечения дома, вы точно найдете себе специалиста. Фейсбук, Рейксбиск, в общем, как угодно. Имейте это заранее. Не думайте о том, что... Выписывайте, да? Как список. Да, не думайте о том, что когда это произойдет, то, соответственно, вот тогда мы и будем в это вникать. Просто это может быть очень стрессово для вас. Постарайтесь этого, этот, ну как бы, вот эту ситуацию сгладить. Избежать вряд ли получится, не от нас это зависит, а вот сгладить это можно очень даже здорово. Второй вопрос. Опять же, такой переходный момент. Для тех, кто живет в ренте, есть вопрос так называемого Renters Insurance. То есть, лендлорд вам говорит, ты живешь в моей квартире, будь добр, имей Renters Insurance на случай, если ты кого-то затопишь, если у тебя случится пожар, если там еще что-то у тебя произойдет, если там у тебя грабители залезут или что-нибудь и сломают, и вандалы там, или кто угодно. Все мы об этом знаем. Сколько это примерно? Порядка там 100, может быть, там 130 долларов в год. Всего лишь? Да, это небольшая сумма на самом деле. Ну, опять же, все зависит от квартиры, от ситуации, от суммы застрахованного имущества и так далее. Но просто сам факт в том, что когда вы живете в арендованном жилье, вы думаете над тем, что так или иначе все равно здесь следят за порядком, все вроде как тут друг друга знают, посторонние не ходят. И в чем это отражается? Это отражается в том, что когда человек звонит в страховую компанию и говорит, мне надо rentals insurance по минимуму, ему называют по минимуму, и там практически никаких рисков покрытых нет. Или там на такой мизер, что потом просто с этим мизером делать нечего. Поэтому очень часто ландлорды говорят, вы должны застраховать квартиру, в которой вы проживаете, то есть имущество ландлорда. Да, минимум на 100 тысяч долларов, минимум. Это уже давно сложилось, может, сейчас уже эти цифры выросли, но минимум 100 тысяч было. Своё страхуйте, насколько хотите. Так вот, когда вы переходите, соответственно, в свой дом, и вы тоже хотите, чтобы у вас этот home insurance был, а он покрывает в данной ситуации, опять же, любые противоправные действия могут третьих лиц, да, то есть когда к вам кто-то может залезть, что-то сломать, там, украсть или там ещё что-то сделать, также вам будет уже интересно, а не покусает ли ваша собака почтальона, и будет ли при этом страховая нести ответственность, если у вас, соответственно, есть там животные или ещё что-то подобное может произойти. То есть тут уже мировоззрение, оно должно кардинально измениться. То есть одно дело, что когда вы жили в ренте, вы подстраивались под своего ландлорда и думали, я ему так плачу, сейчас ещё какую-то страховку тут надо, зачем мне это надо, сейчас по минимуму сделаю, чтобы просто они от меня отстали. И делают по минимуму. Здесь вы живёте в своём доме, и поэтому здесь вы чётко принимаете на себя ответственность и понимаете, что не только расходы вы несёте за всё то, что может сломаться, а ещё и все эти риски, они теперь уже на вас. Здесь уже нет ремонтников, здесь уже нет какого-то там, какой-то специальной культуры, которая была там, где находилась H-O-A, где там друг на друга все стояли, смотрели, ой, не дай бог, там кто-то будет шуметь или там ещё что-то, вы не знаете, кто там ходит по дворам и так далее. То есть совершенно другая ситуация. Поэтому, принимая на себя вот эти вот такие весомые права собственника, вы должны очень чётко в голове своей вот это всё перестроить. Два фонда эти иметь. И про фонды-то понятно. Сейчас уже о страховке, что нужно обязательно изучить полис страхования и посмотреть, а что конкретно покрывается страховкой. Тайфун, буран какой-нибудь, не знаю. В том-то и дел дерево на крышу упадёт. Может быть, от пожара оно как бы защищает, допустим, а дерево крышу разломало или забор, или там, я не знаю, какое-то чё. В общем, это очень важный момент. Внимательно читайте условия страхования и смотрите на самом деле, от чего вы можете быть застрахованы. К примеру, кому-то даром не надо страховаться от землетрясения и наводнения, а у кого-то дерево очень серьёзное, там, 100-летнее растёт рядом с домом, и он на него смотрит и думает... Шатается. Не дай бог, вот сейчас вот ветер подует, а если такое на крышу мне свалится, что же будет? То есть в вашем случае, если вы скептически относитесь, допустим, к тем же наводнениям, особенно если дом на пригорке явно там не маячит никакого наводнения, а у вас, допустим, в предыдущем полисе это было, когда вы снимали, хотя вы сами не понимали зачем, то вы можете это наводнение заменить на теоретическую вероятность того, что дерево упадёт на крышу. Может быть, даже это в оплате никак не изменится, но вы, думая, поменяете местами те риски с ненужных на нужные, просто потому что у вас совершенно иным образом теперь складываются обстоятельства и другая картина за окном. Читайте договор. Да, читайте договор, это очень важный момент. Следующий вопрос, это относительно энергоэффективности. Очень много мы говорили и будем, наверное, говорить ещё о зелёных сертификатах. У нас, кстати, 23-го числа января в час дня будет специалист. Это через неделю ровно, дорогие радиослушатели, наши зрители. Гэри Кристенсен придёт, он является оценщиком и инспектором по грин-сертификатам. Будет перевод на русский. Да, 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 будем мы здесь разговаривать. Очень интересная тема, пожалуйста, не пропустите этот эфир. В чём особенность? Это сейчас не реклама никому абсолютно. Это для нашего блага. Да, это особенность этой энергоэффективности. Она как раз заключается в том, что теперь вы, когда имеете свой собственный дом, одно дело, когда вы живёте, допустим, в новом квартирном комплексе, где всё сделано недавно по определённым стандартам, всё новое, когда там ветер не свистел, щелей нет, в дверях, окнах нет, и вы это реально видели. И другое дело, когда, допустим, вы покупаете не новый дом, и там совершенно другая картина. Вы видите старые окна, там старые двери и ещё что-нибудь не так, то, конечно же, вы будете заинтересованы в том, а как бы снизить свои расходы на отопление этого дома, особенно в холодный сезон. И вот этот вопрос о том, что и где вам лучше заклеить, заменить, улучшить и так далее, это будет один из ключевых моментов, который вам подобного рода инспектор и поможет. То есть если это в рамках Portland City Limits, понятно, сейчас уже по закону обязаны каждый листинг, этот сертификат приобщить. Если же это вне Portland City Limits, это факультативно, то есть хочет продавец, делает, хочет не делает, а жить-то вам потом. Соответственно, вы знать не знаете, что там и как, но вы заинтересованы в том, чтобы узнать это. Поэтому вы можете это сделать либо в рамках обычной инспекции при покупке дома, чтобы прицениться, а сколько у вас денег потом уйдет на то, чтобы сделать ремоделин или там еще какие-то обязательные вещи для того, чтобы привести этот дом в нормальное состояние, и чтобы вы платили потом коммунальные платежи меньше. Или может быть для вас это даже стать какой-то такой точкой преткновения, из-за чего вы откажетесь брать дом. Здесь абсолютно могут быть разные обстоятельства, потому что если все дырявое, везде ветер свистит, и вам этот отчет показывает, что, ребята, вы покупаете чуть ли там не, не знаю, там фанерный домик где-нибудь посреди поля без окон, без дверей, и вы будете реально за него очень много платить, то, возможно, вы его еще и передумаете брать. Это, кстати, тоже очень интересный момент. Четвертый момент. Обязательно рассмотрите вопрос относительно home warranty. Очень схожее понятие с homeowner's insurance, но это немножко другая тема. И она важна при покупке любых домов, которые не являются new construction, то есть не новые. Особенность заключается в том, что, как правило, в первый год каждый человек хочет все-таки ощутить вот эти вот преимущества того, что этот дом стал их, и ни в коем случае не хотел бы попасть в ситуацию, когда вот как мы в первом вопросе сейчас по этому пункту говорили, что пришлось бы много денег из кармана доставать на любого рода ремонты. Чем home warranty хороша? Это то, что вы, приобретая этот полис, имеете определенное покрытие гарантийное любых апплиансов, которые могут быть, или там кондиционера, который вышел из строя. Там в зависимости от широты покрытия этой гарантии. То есть это тоже, этот полис, как правило, стоит 375 долларов в год, но это те самые деньги, которые на самом деле вам в первый год желательно все-таки оплатить, потому что вы даже если провели инспекцию, то все равно вы не знаете, в каком состоянии, и тем более, ну, в каком состоянии вы понимаете, но как долго прослужат, допустим, те или иные приборы, вы понятия не имеете. И хотя бы первый год вы будете относительно спокойно спать, потому что даже если что-то произойдет... Это дорогото стоит, спокойный сон, дорогие люди, слушатели. Да, home warranty может очень серьезным образом покрыть очень такие расстройства, так скажем, которые вот произошли с теми или иными апплиансами. Следующий момент. Обязательно сделайте такой, по-английски называется disaster kit, то есть такую аптечку необходимого. И эта аптечка необходимого, это не вопрос только там лекарств, как сейчас многие могут подумать, таблетки там, нет. Все, что касается информации о вас, все, что касается описи имущества вашего, которое в доме было и так далее, и так далее. То есть чтобы все это у вас было, вы можете это хранить на случай emergency, совершенно верно. То есть случись пожар или еще что-то произошло, не дай бог вам нужно быстро там или эвакуация какая случилась. Копия документов, возможно. Да, вам нужно, допустим, покинуть дом, чтобы это было у вас в бумажном виде однозначно, в каком-то, ну, в сжатом, либо на электронном носителе на каком-то там, флешке или еще что-то, и чтобы это было где-то в сейфе и так далее, чтобы мы могли это взять и выйти, и понимать, что у вас вся жизнь не сгорела в этом доме, а что у вас на самом деле, вот есть в кармане что-то, что вы можете в любой момент распечатать, открыть, посмотреть, цифры, даты, данные какие-то о вас. В том стрессе не вспомнишь просто. В том-то и дело. А у вас есть это, дорогие радиослушатели? Звоните, пишите к нам в студию, делитесь своими сообщениями и, конечно, голосовыми звонками 971-319-1130. Есть ли у вас вообще это? Потому что у меня, например, нет. Ну, у многих, к сожалению, этого нет. А это очень хороший пример. Это вот как прошлогодний пожар здесь вот у нас, да, в Корбите показал, что когда тут всех начали пугать о том, что сейчас тут весь Портленд сгорит, и очень многие стали об этом задумываться. То есть стали подготавливать себе эти какие-то сумки там, чемоданы на выход там, еще что-то. То есть это когда уже горело. Ну, то есть многие очень сильно испугались и начали это делать. На самом деле в сжатом виде это можно всегда иметь. Просто знать, где лежит, взял и ушел. И все. И, пожалуй, последний момент относительно этого – это все-таки старайтесь в свои планы включить преждевременную выплату. Это очень полезный момент. Вы можете платить месячно, вы можете платить каждые две недели, как угодно. Но если вы платите немножко с опережением графика, вы формируете дополнительную equity на свой дом. Equity – это выплаченная часть вашего дома. Вам рынок помогает искусственно, когда цены растут. И вы себе сами естественным образом это еще дополняете. Кто знает, на какие вам понадобятся расходы через 5-10 лет. Когда вы досрочно чуть-чуть выплачиваете больше, допустим, там на 100-200 долларов больше, чем у вас payment, то вы понимаете, что вы опережаете графики, что если через 10 лет понадобятся там деньги на какое-нибудь там обучение в колледже ребенка там или еще что-то, то вы сами себе эту копилку уже таким образом создали. Это деньги однозначно не на ветер. Это деньги как раз в то, что вы потом сможете, во-первых, знать о том, что у вас дом выплачен, к примеру, или в значительной мере выплачен, и вы можете это оттуда взять. Или вы сегодня эти 100 долларов потратите. Есть разница. Поэтому я думаю, что это тоже… финансирование даже вы сейчас дали, не только по недвижимости. Спасибо, Александр. Спасибо. Мы сейчас перейдем, наверное, к третьему вопросу. Да, у нас осталось очень мало времени. Как же потратить много денег тем, кто заработал? Тоже очень будем так кратенько о биткоинах говорить. Это будет применительно, наверное, по большей части к продавцам. И к продавцам не всем, а скорее к продавцам так называемой элитной или дорогой недвижимости, у нас очень много людей, у кого есть дома за миллион долларов и выше, которые сталкиваются со сложностями продать свой дом. Потому что когда они строили такой так называемый custom home под себя, ну, понятно, себе делаешь, все лучшее, там, лучшие материалы, там, все замечательно, там, участок, там, все хорошо. А еще насчет участка. Люди, как правило, строят такие вещи не для показухи, а для себя. Качественно делают. И строят где-нибудь на удалении. А потом попробуй, найди такого любителя, жить в таком доме на удалении. Да, то есть, соответственно, когда ты строишь, должен понимать, что тебе-то нравится. А какова вероятность, что потом, когда ты будешь продавать, быстро найдется человек, которому это будет нравиться так же, как тебе. И еще, чтобы он и миллионером оказался. То есть, чем вы больше сужаете... Клиента еще, да? Чем вы больше сужаете эту возможность, делая что-то custom и что-то удаленное и так далее, и так далее, тем, соответственно, у вас появляется больше сложностей. Теперь, причем, есть биткоин. Биткоин здесь сейчас на практике начинает играть очень интересную роль. Вот смотрите, это инвестиционный инструмент для некоторых, который за год прошлый вырос там в 20 раз. Сейчас он там скорректировался очень сильным образом, но все равно, по-моему, там основной этот биткоин стоит 11,5 тысяч. Был в декабре 20, сейчас 11,5, но не суть. В чем польза? Польза в том, что когда вы продаете дорогой дом, вы понимаете, что было бы классно получить кэш. Или там кто-то, кто бы пришел с займом. А таких людей, соответственно, ну, это стандартная ситуация, и вы понимаете, что дом-то у вас нестандартный, поэтому ситуация, скорее всего, с продажей тоже должна быть какая-то нестандартная. И многие люди сейчас прибегают к таким вещам, когда они продают свой дом, и они сразу заявляют о том, что, допустим, половину они принимают в оплату деньгами, а половину этими биткоинами. Причем по тому курсу, который будет тогда, когда он будет. Поэтому в чем особенность? Особенность в том, что, ну, я эти биткоины называю, как вот Ксении понравилось, шальные деньги, да? То есть это те шальные деньги, которые появились у человека, который просто вложился, да? И у него это умножилось там в 20, ну, или пускай там в 12 раз за год. И он понимает, что он-то вложился, а вы думаете, а мне-то потом с этими биткоинами что делать? Так как что? Вы потом их превратите в те же деньги, потому что для вас, возможно, этот биткоин сам по себе не является инвестиционным инструментом. Вам деньги надо, вы хотите дом продать. Соответственно, когда вы говорите о том, что вы хотя бы частично в какой-то такой серьезной части эти биткоины принимаете, вы таким образом привлекаете к себе клиентов, которые сидят в этих биткоинах, как в инвестиционном инструменте, которые думают, вот сейчас вот я обналичу, а что мне потом с этими деньгами делать, а куда мне идти? А тут получается, что вот человек дом продает там за миллион, 500 готов тысяч взять долларами, а 500, допустим, теми же биткоинами. И он реально у вас покупает дом. Вы эти биткоины мгновенно превращаете в те же доллары. Если все это быстро происходит, даже если вы там чуть-чуть плюс-минус потеряете, то это примерно то же самое, что бы вы потеряли на вот этих торгах, на переговорном процессе. То есть оно очень близко. Но это то, как бы вы могли простимулировать тех, кому жалко выходить из этих инвестиций. И с другой стороны, тех, кто тоже думает, ай, сейчас вот этот биткоин там упал на 2000 долларов там за два дня. Вдруг он еще упадет. Лучше я сейчас дом куплю. И мгновенно человек начинает реагировать. Он достает свой кэш или там частично оборачивает там биткоины в кэш, остальную часть вам этими биткоинами. Как потом дальше эта операция будет проводить, это уже юридический вопрос. И это можно все организовать. И все. И вы таким образом все-таки продали свою дорогую недвижимость. У вас был такой случай? Пока нет. У меня лично пока таких случаев не было. Но я вижу, что по Америке уже есть несколько сотен таких примеров. И они, как правило, все относятся к дорогим домам. Потому что это как раз та самая недвижимость, которая провоцирует нестандартное поведение при продаже. Потому что стандартно все умеют, все могут. Но там очень высокой категории ценовой очень мало клиентов. Они все такие чопорные, да? И все со своими претензиями. С особенностями. И вот когда внезапно в этой дорогой ценовой категории появляются люди, которые там случайно оказались просто потому, что биткоин там вырос больше, чем 10 раз, они понимают, что «Вау, теперь я могу себе этот дом позволить. В прошлом году даже не мог мечтать, я сейчас могу». И вы можете таким образом этих случайных людей привлечь. Вот такой совет. Это очень ценно. На самом деле, дорогие радиослушатели, если вы попали в конце, прослушайте полностью нашу программу. Потому что Александр дал сегодня очень интересные ответы на наши наболевшие вопросы. Причем это в режиме реального времени. То есть вот то, что на рынке сейчас. Поэтому прослушайте записи на славе комьюнити-центр оф Норд-Вест. Через видеотрансляцию можете посмотреть, потому что все это есть в записи. Также, конечно, вы можете это прослушать в записи программы. Александр, ну и в завершение скажите, как вам можно позвонить? Да, конечно. Еще раз напомню номер своего телефона. 503-863-9369. Еще раз. 503-863-9369. Также у меня есть мой собственный сайт. AlexSorokinRealty.us Еще раз. AlexSorokinRealty.us Пожалуйста, обращайтесь. Всегда буду рад помочь. Продаете вы или покупаете в Орегоне или в Вашингтоне, неважно. Пожалуйста, звоните. У меня лицензия в обоих штатах. Наш Риэлтор. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Зима пробуждает аппетит. Пока на улице холодно, шоколадное пирожное – лучшее лекарство. Улыбнитесь, вы на правильной волне. Радио «Славик Фэмили». Первое общественное. Слушай Радио «Славик Фэмили» через телефон. Позвони по номеру 701-719-3933. 701-719-39-33. Привет! Был сегодня в магазине «Изобилие». Продукты отличные, ассортимент шикарный. Сметаны – во! Рыбы – во! Выпечка, салаты, фрукты, овощи. Да еще и 10% скидка при покупке от 50 долларов. Ах, это прелестно, прелестно! В магазине «Изобилие» широкий выбор европейских продуктов.